Привет! Если вы читаете мангу или просто любите коллекционные игры, то наверняка ожидали такой проект как Solo Leveling Arise. Сейчас эта игра на региональном тесте, а выйдет она в середине мая, но даже сейчас в неё может поиграть любой желающий. Ну а мы сделали для вас небольшой обзор этой игры. Вы на канале Альфа Андроид Геймс и мы начинаем. Соло-левелинг Arise это RPG, приключения, коллекционка, экшен и так далее. Это по сути всё в одном, ведь здесь будут и элементы автобоя, если вам лень играть самому, и возможность собирать различных персонажей и оружие. И даже небольшая стратегическая часть, где вам нужно распределять автоматическое прохождение подземелий и вовремя собирать за это награды. Играть вы будете, конечно же, за главного героя Сон Джи Ву, который является протагонистом данной истории. Но если вы хотели себе других героев, то не спешите огорчаться. Они здесь тоже будут, и за них вполне можно будет полноценно поиграть. Выбор героев просто огромен, и конечно же в лучших традициях коллекционок у них будут ранги от простых до редких. Также помимо героев будет экипировка, которая подходит определенным героям лучше или хуже. Тот же посох с атрибутом огня будет давать дополнительные бонусы, если одеть его на героя с таким же атрибутом. У каждого персонажа здесь свои уникальные способности и навыки, и каждого героя можно прокачивать. Повышайте уровень или же совершайте продвижение, если уперлись в потолок прокачки. Правда для продвижения вам сначала нужно достать дубликат героя, а на следующее продвижение вам нужно будет еще больше дубликатов. Что касается вашего главного героя, то тут есть одна забавная особенность. У него будет больше скиллов, чем у всех остальных. И вам предстоит выбрать, какую из способностей использовать для сражения. Взять все сразу нельзя. Также для него будет отдельное меню предметов. Выбирать экипировку и скиллы стоит исходя из своего стиля боя. В игре целая куча различных заданий, бонусов и ежедневных задач. Выполняя все активности, вы будете получать награды, например кристаллы. За них в игре можно купить практически все. Даже билеты для крутки автомата с героями. Шанс выпадения уникальных персонажей, кстати, довольно маленький. Что касается боевой части, то геймплей довольно динамичный. А сражение с монстрами построено на атаках и уклонениях. Вам нужно вовремя его использовать, если хотите избежать атаки. Также есть автоматический режим, где ваш герой сражается сам. Но учитывайте, что в автобитве ваш герой практически не уворачивается от атак. Так что многие уровни с боссами станут проблемой. В игре просто великолепная графика. Однако есть возможность запустить игру и на слабом устройстве. Ведь настроек графики просто целая куча. Если вы думаете, что будет скучно, то в игре есть чем заняться. Там и ивенты, и активности, и крафт оружия, и много чего еще. В общем-то лучше просто опробуйте игру сами, пока она не вышла в глобальный релиз. С вами был канал Альфа Андроид Геймс. До встречи в следующем выпуске. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»